6 августа 1940 года принимается решение о строительстве крупного авиационного узла. Куйбышев был не только космической столицей СССР, но и авиационной. И получить этот статус позволило активное строительство заводов в 40-е годы прошлого века на Беземянке. Тогда это даже сделал город объектом номенкулатурных споров. Нарком авиационной промышленности пытался перевести в свою структуру особстрой, это управление особостроительства НКВД, вот собственно из наркомата внутренних дел в наркомат авиационной промышленности. И возник такой конфликт между двумя известными государственными деятелями, между Шахурином, наркомом авиационной промышленности, и Берией, который был наркомом внутренних дел. Во время войны в Куйбышеве строили и оборонные объекты, аэродромы и знаменитый бункер Сталина. Большую роль в возведении промышленных объектов сыграли заключенные и военно-пленные. Тема довоенного Куйбышева очень интересная. Мы знаем, у нас есть тема «Запасная столица». А как к этому город наш шел, это очень интересно. Какими силами и для чего здесь были построены заводы, почему строительство началось до Великой Отечественной войны, а не во время. Ответы на свои вопросы многочисленные любители самарской истории получили. А значит, можно готовиться к инспектированию следующих лекций. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.